Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я заканчиваю рассказ о том, для чего и как была придумана сказка о нашествии татар на Рус. Немного повторю окончание предыдущего рассказа, для связки, типа в предыдущей серии. Сам факт, что татарам вроде бы как и больше нечего делать, кроме наведения порядка на Руси, наказанию князей, которые пытались опять развязать локальные конфликты. Причем это опять происходило только на Руси. И якобы татарам дела не было до того, что творилось в других завоеванных ими землях. Просто явная нелепость. Они, татары, озаботились созданием новой системы великого княжения и следили за строгим ее исполнением. Это, как вы понимаете, полная нелепость. Конечно же, во времена наведения этого порядка гибнут люди, бушуют пожары и топчутся конницы из осеянной поля. Но все это мелочи и сдержки производства. Как говорится, лес рубят, щепки летят. А кто же это наводит порядок, если не татары? А вот мы и подошли к главному. Главный вопрос любого расследования, кому выгодно. Наводят порядок потомки Всеволода Большое Гнездо. А именно, Ярослав Всеволодович, а немного позже Александр Ярославович. А впоследствии стинания летописцев, тех княжеств, в которых таким образом наводится порядок, были как раз истолкованы как разорение всей Руси. На самом деле, это означало ни больше, ни меньше, чем то, что в таком-то году орда великого князя утихомирила взорвавшегося князька с окраины, решившего поступать по-своему, и не кстати вспомнившего времена междоусобиц и вольниц. И тут даже и доказывать ничего не нужно. Перечитайте летописи и посмотрите, сколько раз ордынские полки упоминаются без Владимира Суздальских дружин. Ни разу. И опять, где кончаются татары и начинаются русские? Ответ тот же. Нигде. И вновь достаточно допустить, что Русь и орда что-то неразрывное, сразу все становится на свои места, и волшебным образом исчезают все нелогичности и нестыковки. Орда это всего-навсего сильная и организованная армия Владимира Суздальских князей, силой оружия, вводивших на Руси единоначалие. Кстати, есть данные, что в результате разгрома татарами русские княжества не ослаблялись, а наоборот усиливались. Опять нонсенс. Но если начисто отвергнуть сказку про монголов, то опять становится все понятно. Междуусобица пресечена, мелкие княжества объединены, а значит усилились. Все логично. Ну и еще один довод в пользу немонгольской версии тех событий. Достаточно взглянуть на Монголию, ну например 20 века. Даже в 20 веке Монголия была одной ногой в родовом общинном строе, а вторая нога стояла в зоне строительства передового социализма под руководством и с помощью СССР. Вот кто служил в советские времена в Монголии, не дадут мне соврать. Куда ж делась дисциплина Чингиза? Ну и наконец последнее. Для чего придумывалось татаро-монгольское нашествие? Кому понадобилась такая грандиозная фальсификация? Обычно какую-то нелепость в попыхах придумывают для того, чтобы скрыть что-то важное. Вспомните свое детство или детство ваших детей. Сколько ни были лиц придумано детьми для оправдания какой-то своей провинности. И чем весомее провинность, а иногда и преступление, тем более фантастичные версии приходится придумывать, чтобы скрыть это. Так что же скрывается за так называемым Игом? Из истории мы знаем, что потомки Владимира Суздальских князей правили в объединенной под знаменами Киева, уже Киевской Руси, еще очень долгое время после Александра Ярославича. И именовались великими князьями, а потом и царями. А достигнуто это было походами так называемого хана Батыя. Между прочим, титул хан обозначал на Руси военного князя. Чем же известен сей военный князь? А известен он тем, что в точности повторил то, что двумя десятилетиями до него уже пытался сделать Всеволод большое гнездо. Только у него не получилось до конца объединить русские земли вокруг своего княжества. А Батыю это удается. И он после этого передает ярлык на великое княжение внуку Всеволода, Александру. Ну, вот все и срослось. Еще из сознания людей нужно было любым путем удалить память об истинном, неприукрашенном, без сверкающей мишуры кровавом крещении Руси. И если уж ужасающие жертвы такого крещения вытравить из людского сознания невозможно, а это 270 разрушенных городов из 300, имевшихся на Руси до крещения, и гибель 9 миллионов человек из 12 во время крещения, то подменить причину этих жертв вполне удалось, обвинив в них злых татар. Я не зря свой рассказ об истории Руси начал с крещения. Об этом были мои предыдущие ролики. С этого момента и начинается книжная история Руси. И нам пытаются навязать мысль, что до этого варвары-славяне чуть ли не на деревьях жили, и длинные хвосты у них только перед крещением и отвалились. Но трудно связать наличие письменности и почти поголовной грамотности. Сотни построенных городов и наличие единого государства с образом варваров-идолопоклонников, какими выставляют наших предков создатели лжеистории. Не мудрство и лукаво были просто уничтожены все материальные свидетельства, относящиеся к более раннему времени, до крещения. А взамен настоящей истории подсунули творения немцев-историков на службе Романовых, таких как Миллер, Шлетцер, Байер. И что же наши? Неужели мы такие тупые, что собственную историю написать не можем? Можем. Можем и писали. Такие как Татищев, Лызлов, Ломоносов, да и многие другие. Только им при жизни издаваться не дали. Труды Ломоносова и Татищева исковерканы доблестными немцами до неузнаваемости и изданы после смерти своих авторов. В этом смысле немного больше повезло Лызлову, но он был объявлен плохим историком. И о его трудах очень скоро забыли. И в наше время не каждый уже и фамилию его знает. Во времена Советского Союза тоже были ученые, задающие неправильные вопросы и дающие на них такие же неправильные ответы. Достаточно вспомнить такие фамилии, как Гумилев, Гусев, Демин. Но где вы сейчас встретите имена этих ученых? Их нет среди авторов учебников по истории, да и в самих учебниках эти фамилии не упоминаются. Так что, друзья мои, быть на 100% уверенным можно только в том, что видел собственными глазами. Но искать объяснение исторических событий, воссоздавать для себя самого прошлое своей страны просто необходимо. Необходимо, я считаю, делиться с друзьями своими мыслями и знаниями. Иначе через 2-3 поколения память о великом народе русичей, русов, славян втопчут в грязь окончательно. И тогда уже никто не вспомнит не только Татищева и Лызлова, а и роль всего славянского рода в разгроме фашизма будет забыта. В скором времени я продолжу свои рассказы об истории Руси. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.